Но я вот стихи ещё пишу. Так какие стихи молчат? Друзья, всем привет! Вы на канале Акстар, меня зовут Паша, и вы сотворили что-то просто нереальное. Под предыдущим видосом с двумя малышами-виртуозами, 3,7 миллиона просмотров и 141 тысяча лайков. Это что-то просто нереальное. Именно поэтому вторая часть была неизбежна, и встречайте, Илья. Илья, всем привет. И сегодня мы под масками малышей будем пытаться устроиться под крылом музыкального продюсера. Ну, как вообще получилось? Чтобы узнать, как получилось, надо точно посмотреть ролик. Но спойлер, получилось реально круто, и помимо этого ещё 2 классных реакции. Поэтому обязательно ставь лайк, чтобы вышла третья часть, потому что именно от тебя зависит, выйдет третья часть или нет. Потому что снимать такие видосы нереально сложно, это всё организовать. Поэтому да, обязательно жми лайк, это очень важно, и также это огромная поддержка для нас. А ещё мы с Ильёй под этим видосом прочитаем абсолютно все комментарии, поэтому обязательно пиши нам важное твоё мнение. Всё, погнали. Приятного. Кстати, ты знаешь, что на 50 тысяч подписчиков в моём телеграме я разыгрываю целых 5 гитар? Да не. Да-да. Да ну. Да-да. Да ты ходишь. Да, реально. Короче, обязательно подписывайся в телеграм по ссылочке в описании, там много всего интересного, не вошедшие реакции, моя жизнь, хватит за мной повторять. И розыгрыш гитары, вот, будет на 50 тысяч подписчиков. Поэтому давайте добьём, там совсем чуть-чуть осталось. Всё, не буду, не будем задерживать. Погнали, приятного просмотра. Ролик очень классный, ждём твоих лайков. Ну что ты делаешь? Я тренируюсь. К чему? Я хочу быть чемпионом скоростного барабонирования. Иди сюда. Чемпион. Вот тебе. Чемпионский смартфон. Оооо, красивенький. А то, Realme C55, это поистине чемпионский смартфон с самым большим среди конкурентов объёмом памяти, 256 гигабайт, и оперативка до 16 кигов. У смартфона камера большого разрешения 64 мегапикселя с умной обработкой фотографий. Быстрая зарядка 33 ватт и аккумулятор на 5000 мАч. Внутри очень мощный процессор Helio G88, который обеспечивает плавную работу. Ультратонкий корпус делает его очень удобным в использовании. Ну и впервые в Android смартфоне применена мини-капсула. Ну а у меня в руках то, что идеально дополняет этого чемпиона Realme Buds Air 3 Neo. Большой 10-миллиметровый драйвер с насыщенным и глубоким басом. 30 часов беспрерывной работы, футуристический дизайн и умное шумоподавление во время звонков. Ссылка на эту парочку в описании. Добрый день. Здравствуйте. Видно. Паша, очень приятно, молодец. А ты когда-нибудь играл на чём-то? Играл. На чём? Пианино, скрипка, гитара, треугольник. Треугольник. Твой любимый нам инструмент. Я ходил в музыкальную школу, но мне там не понравилось. Там всякие... Ой, здравствуйте. Это моя дочка, её тоже зовут Наташа. Она тоже немножко играет на гитаре. Так, смотри, давай познакомимся немножко с инструментом. Знаю, да. Ну то есть я немножко учился, ну точнее я учился, честно говоря. Я же в музыкалку ходил. Ну там тебе, наверное, что-то такое самое простое показано. Но ты знаешь? Да, это всё знаю. Четверти. Три четверти. Может быть, ты знаешь какую-нибудь самую простую? Второй сидел кузнечик. Можешь сыграть? Её знаю, да. Да? Да. Может быть, ты попробуешь что-нибудь показать мне, что ты умеешь? Ну вот я просто, извините, я первый раз занимаюсь по видео вот так. То есть я до этого только вживую вот работал. Только вживую с преподавателями, да? Я стеснялся спросить это у своих преподавателей в музыкальной школе. Как мне поступить? Вот мне нравится вот девочка одна. Вот как мне ей сыграть, чтобы ей понравилось, вот и я ей понравился? Если бы я была мальчиком и хотела понравиться девочке, я взяла бы песню, которую она точно знает. Переписала слова под неё с использованием её имени. И, допустим, прийти к ней желательно при всех, потому что это, ну как бы, делает мужчину более храбрым. Вот. И начать петь. Она узнаёт мелодию, так, а сейчас она начнёт тебе как бы подпевать, а ты бас вместо этого там, Марина, ты моя родная Чиполина, ну или что-то там такое. Её, кстати, как раз Марина зовут. Вот. Я уверена, что ни одна... Серьёзно? Да. Вот, и ни одна девушка тебе не откажет после этого. Вот. Особенно, если ты потом вот так вот вытащишь цветы или билеты в кино, или ещё что-нибудь, мороженое. Я вот сыграю, как бы я ей сыграл, а вы скажете нормально, нет? Хорошо. Хорошо. А можете награть Кузнечика, чтобы я вспомнил мелодию? Я тебе могу напеть голосом. А, давайте. В траве сидел Кузнечик, совсем как огуречек, зелёненький он был. Представьте себе, представьте себе, зелёненький он был. Был. Вот так. Да. Хорошо. Тогда мне сейчас нужно 10 секунд на подготовку, и я вам сыграю, как девочки. Прекрасно. Хорошо, секундочку мне. Вот я сейчас отойду на секундочку. На вас прорепетирую, как я вот Марине буду играть. Хорошо. Да. Мне как-то, вот я даже вот приоделся, ну в плане вот это, я хочу вот так ей сыграть, вот в крутом виде. Очень нарядно. Итак, я вот как будто бы иду, так сажусь. Вот. Марина, я вот хочу сыграть тебя. А вы как считаете, вообще Кузнечика нормально будет сыграть? Если ты сыграешь его чисто и без фальши, не накосячишь, то будет хорошо. А у меня не совсем обычный Кузнечик, но который мы в музыкальной школе учили. А, с переборами, да? Да, с переборами. Я думаю, ей понравится. Да, всё это. Я думаю, что все точно знают слова. Всё, хорошо, ещё раз. Марина, хочу сыграть тебе песню. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю, что сказать Марине понравится, мне понравилось очень А за сколько ты это выучил? Я это учил Вот в музыкальной школе Мы это разбирали почти полгода Кузнечка как раз Вот так вот И цветочки Вот так вот, да? Сыграл, положил гитару и цветы Это потрясающе, да Не забудь сказать, цветы это тебе А, ну да Марина, вот тебе Ага, понял Это тебе, да А может быть вы меня Что-нибудь покруче сегодня научите Чтобы она вообще офигела Покруче? А знаешь, как испанским боем играет Антонио Бандерас? Ай-яй-яй-яй, ай-ай, ми амор Я знаю, конечно, испанский бой Но не знаю, вот такой типа То есть там какой-нибудь Вот такой или лучше Кузнечка? Это было потрясающе! Если ты знаешь продолжение Хотя бы еще 5 секунд 15 Это было бы просто бомба Если ты сыграл такой девушке Я бы точно не устояла Ну то есть понравится ей, да? Конечно, это понравится А я просто боялся Боялся, что это не очень звучит И как-то она вообще Меня засмеют, все меня Нет, не засмеют, нет Ну если тебя кто-то посмеет засмеять Ну ты позови нас Вот у меня дочка на самбо ходит Мы им всем покажем Хорошо, ладно Вообще здорово Ну все, я тогда готов Можем сегодня что-нибудь Вот разобрать интересное тогда Ну и Марине я уже знаю, что сыграть А с вами можем просто Да, что-нибудь Такое Что угодно Что угодно Я, честно, не знаю После всего этого Что ты мне сыграл Что я могу тебе показать нового? Я в растерянности Слушай, честно сказать Я не готова Я думала, что ко мне придет человек Который никогда не играл на гитаре Если хочешь Я тогда подпиру что-нибудь Что мы можем сыграть Допустим Из джаза только девушки То, что играла Мэрлин Монро Ага, да можно Можно Хорошо У тебя, наверное, еще ритмический слух Ты, наверное, на барабанах не играешь? Ну как вам сказать Да ладно На барабанах тоже Ща, подождите секунду Вот так Последние 200 мест В мою гитарную академию Я открываю последний набор Потому что потом гитарная академия Уходит на перестройку И переорганизацию Ну а сейчас Для тех, кто откладывал Свою карьеру гитариста Пришло самое время И это последний шанс Поступить на первый Или второй курс гитарной академии Да еще и по скидке 40% По промокоду 200 По традиции Среди всех тех Кто к нам присоединится Мы разыграем гитару И футболку Акстар Фирменную мерч У нас есть два курса И если ты вообще ничего не знаешь Или давно играл И много что забыл Тебе на первый курс Первый курс состоит из 11 уроков Где мы поставим всю базу Научим тебя ставить Правую руку Левую руку Извлекает звук И ты научишься играть Свои первые три произведения И вступление в первый курс Стоит 1490 рублей Но по промокоду 200 Это всего лишь 890 Но если ты уже что-то умеешь Тогда тебе на второй курс В нем больше 30 уроков В которых я тебя научу Играть уверенно Расскажу много чего интересного Чего ты не знал Выучишь аккорды Фингерстайл И начнешь по-настоящему вжаривать К тому же выучишь Около 15 произведений Второй курс стоит 6 990 рублей При самостоятельном обучении И 9990 если взять куратора Кстати вашим куратором Будет мой преподаватель Но с промокодом 200 Эти цены превращаются В 4200 и 6000 рублей Если взять куратора 6000 это как два урока У нормального преподавателя А здесь ты научишься Играть по-настоящему И вжаривать Доступ у вас будет целый год И так же вы попадете В гитарное сообщество В котором мы много чего Интересно обсуждаем Переходи по ссылке в описании Изучай программу Выбирай нужный курс И используй промокоды Все, жду тебя В гитарной академии Будем учиться играть в гитаре А то уже, что, стыдно? А то что? А то уже и надо будет Алло Здравствуйте Здравствуйте Вот видно? Это Да, видно Павел Слушай, по-моему Я думал тебе побольше Как-то лет Там на фотке Вроде бы другой человек Спалили Ну вот гитара, вокал Это вот я Гитара, вокал Все верно Вот меня Паша Ну вот Паша Все Я Паша Я вообще там указывал Повзрослее вроде человека Искал совершеннолетнего Ну как минимум Да, но Я хорошо играю И петь могу Какое там объявление Набираю уже Профессиональных музыкантов Для Соответственно работы с ними В профессиональном коллективе Вот Тут другая немножко история Может тебе в какой-то Надо сначала кружок Секцию Там куда-то Я профессионально играю Ну профессионально что ты играешь? Кузнечка Нет Мы Я перед всеми играю И всем нравится Все хлопают Вот Ну то есть я артист У меня и образ есть Вот мы с мамой работаем Вот этим Я просто понимаете Хочу родителям помогать И финансово И всякое разное Вот И мы бы хотели Я бы хотел выступать Вот зарабатывать Выступать Ездить Слушай отлично Я тоже вот хочу Зарабатывать Да поэтому ищу Хороших музыкантов Профессиональных Талантливых Ну взрослых людей У которых стаж Как минимум уже Ну хотя бы Лет пять где-то играть С коллективом А коллектив У меня есть коллектив У тебя вряд ли Получится Сейчас Но надеюсь Что в будущем Все будет отлично Смотрите Вы сказали Коллектив Опыт в коллективе У меня есть опыт в коллективе У меня в общем Друг Одноклассник Он на барабанах играет Вот он Илья Его зовут Илья Здравствуйте Вот Мы в коллективе играем Привет Я вот Постеснялся сразу С ним заходить Решил вот Мягко подвести к этому Ну в общем Мы вот с ним Мы можем вам сейчас сыграть Мягко подвел Да Вот Мы играем У нас в школе Есть коллектив Мы выступаем Там весь зал Просто лежит После того Как мы сыграем Да Слушай Ну это здорово Ребят Здорово Главное Чтобы вам тоже нравилось Да Ну и что Что от меня-то хотите Ну мы хотим Вот чтобы Ну вот Ну чтобы стать музыкантами Вашими Слушайте Ну Планируется совсем Совсем другая история Более взрослая Со взрослым Репертуаром А у нас Предполагается наличие Какого-то уже Как я уже сказал Опыта А так мы можем вам сыграть И вы посмотрите на наш опыт Какого-то Жизненного опыта Какая-то сыгранность Должна быть между людьми Между музыкантами Что у вас такие желания Это здорово Но я ищу уже готовых людей Которые Просто вот их взять И правильно Вот направить Наверняка Вы умеете не все Согласитесь Но я вот стихи еще пишу Так какие стихи молчи Мы можем вам сыграть На гитаре Вот и на барабанах Здесь по музыке Отлично пацаны Ну прикольно Вы придумали Парни Прикольно Да? Молодцы Вы Извините Что мы вас обманываем Просто По-другому Шоу-бизнес Не пробиться По-другому Желаю успехов Подождите пожалуйста Мы мечтаем играть в группе У нас есть группа Мы можем вам сыграть Мы когда в школе играем Там весь зал отдыхает Просто Ну лежит Всем нравится Слушай Ну раз так Давайте Сыграйте Ура Садись Кто-нибудь сыграет Спасибо Да Вот Садись Вот если понравится То есть у вас там все серьезно Да Это у меня дома Ну Нет Начало Начало Правильно Конечно Да Без инструментов То все Мы вот уже Репетируем У нас и девочки есть Ну это самое главное Ребят В музыке без них никуда Да и вообще Да Не только музыка Так Все Мы готовы Ребят Давайте Начинайте Давайте Сыграйте У нас будет Несколько Немножко Разных Вариативных Таких композиций Они будут Такие Разнохарактерные Такие Одна за вам Папури Да Одна будет Такая Немножко Веселая Заводная Вторая Такая Грустнее А третья Ну ты че Как обычно Извините Правильно Диапазон Надо показать Да Да Простите Простите Вот Все Мы готовы Я тоже готов Готов Да Не роняй палки Только Да Да Давай сначала Только Да Все Поехали Повторые Фух Ну я готов Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Следующее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ночью открытий Делай что хочешь Я забываюсь Это нон-стоп Не прекращаясь Музыка громче Глаза закрыты Это нон-стоп Ночью открытий Буду с тобою Самое примерное утро в окне И мы будем первые Вот такие Слушайте прикольно Прикольно Вот Удивили То есть можно что-нибудь придумать все-таки Слушай как будто бы можно на самом деле Что-то придумать Слушай ну я не знаю вообще В принципе действительно удивил Действительно классно играете Такой неожиданный контраст Я приятно удивлен Да вы вообще мастера Да ну слушайте у меня важное условие Я только с ним Понятно Я друга не кину Понял тебя Понял Хорошо Кидать не надо Вот Отлично Слушай ну ты смотри На самом деле Что-то интересное Наверное можно сделать Ну для этого Мне необходимо будет Взять контакты Просто твоих родителей Связаться с ними сначала Да смотрите Мы вообще и свои песни пишем Да Я стихи не пишу Да Замолчи Вот То есть мы когда лично встретимся Мы уже все покажем вам Вот А что А сколько мы можем зарабатывать? Слушай ну Пока рано говорить об этом Рано Но в принципе Можно много зарабатывать Конечно Паша Я тоже буду деньги зарабатывать? Посмотрим Так Музыка это наша жизнь А деньги это наша свобода Слушайте классно Да Вот ладно Все Все я сейчас вам скину номер Вы когда Напишите точно Да Давайте Пока Спасибо Пройдемся Взаимно Давайте А какое отчество? Как вы Егор? Можно на ты То есть без отчества Есть комфортно Можно на вы То есть как Хорошо Как тебе удобно Насколько я понимаю Ты хочешь научиться играть на гитаре? Ну Да Я как бы пришел на занятия по гитаре Хотелось бы на гитаре научиться А вообще Был какой-то опыт Может быть музыкальный Или Да Я смотрите Я в музыкальной школе учился Но не на гитару Я на скрипку На скрипке два года занимался А серьезно? Да То есть какая-то нотная грамотность присутствует? Общее понимание присутствует Я даже могу на гитаре как на скрипке играть На гитаре как на скрипке Это как Каким образом? Я это Ну как-то я понимаю Как на скрипке работает Да Там смычок Ну вы вообще знаете Я могу вам рассказать про скрипку Там есть смычок Канифоль Как на скрипке могу сыграть Вот у меня тоже вот канифоль осталась От скрипки Вот И вот палочка Я просто палочку нашел Вот сейчас я вам сыграю Симпровизирую Сейчас я А это палочка реально прям Нет Подожди Это что за палочка? Это для суши Мы вчера суши кушали Для суши Я понял Вот там Вот Вот такой звук Вот Интересный Класс Я на гитаре особо Что-то такое Что-то такое Похоже на Виолончели Да Вот Я на гитаре особо не умею Но вот на скрипке У меня получалось Вот Итак И смотрите Я еще решил Поэкспериментировать Вчера И вот Сделал дополнительные звуки Вот такие Стук И вот И вот такой И вот так получилось Слушай, круто, молодец Интересно То есть Какой-то навык Ну да Я умею пальчики вот ставить Вот Ну тут как на скрипке почти Там-то только вот так вот Да-да-да Ой Но так неудобно играть Но так неудобно играть Тем более на гитаре Согласен Вот Но это скрипка А я-то хочу вот на гитаре Я же не буду вот так Как дурачок играть Если у тебя есть огромное желание Ох да-да-да-да Ох а Слушайте, я вообще в музыкальной школе же учился, и в целом у меня вот есть понимание, но у меня хорошо получалось на скрипке играть, вот, и я очень быстро хватаю с рук. То есть вы можете показать, и я вот могу быстро повторить. А вот можете вот показать еще раз мне, я вот посмотрю внимательно, запомню, и сыграю вам, постараюсь, как получится. Ну, давай попробуем. Ну, я понял, примерно запомнил. А в левой руке как? Ну, как у вас, я попробую сыграть, повторить. Левая рука, левая рука получается, ну, я не знаю, тебе, наверное, непривычно будет, да, после скрипки, но смотри, то есть как тебе удобно, ты можешь и вообще указательным пальцем лучше, конечно, да, то есть седьмой лад. Правильно, пока что? Пока да. Ну, и так можно играть по кругу. Ты точно не занимался гитарой? Ну, я скрипкой занимался. Ну, просто ты так играешь, как будто ты занимался не скрипкой, а гитарой. Это очень круто. Ну, хорошо получилось? Очень близко к идеалу даже, я бы так сказал. Ну, не поклассники. Ладно, я расскажу. Я на самом деле, ну, и учился немножко гитаре, но мне папа сказал сказать, что я вообще не умею, что вы мне с нуля учили, потому что меня могли неправильно научить. А папа видел, как ты играешь на гитаре? Ну, папе не нравится вообще. Он поэтому и сказал, скажи лучше, что ты вообще не умеешь, чтобы тебя нормально поставили всю технику. Вот. Ага. На этом все. Мы закончили это видео. Я надеюсь, что вам оно понравилось, потому что мне понравилось сниматься, я хочу третью часть. А для этого нужно обязательно поставить лайк. 100 тысяч лайков в следующая часть. Давай, ты погнал. Я погнал. Все. Ребята, пока. Спасибо большое за просмотр и до скорой встречи. До скорой встречи. До скорой встречи. Моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи. Кстати, мы тут стримим часто в таком же составе барабана, гитара, поэтому приходим и ждем тебя на стримах. Мы стримим спонтанно и в телеграме всегда об этом рассказываем, поэтому подпишись, чтобы не пропустить. Стримы реально крутые. Мы там готовимся, стараемся и вот ждем тебя на стримах. Дарим настроение, заряжаем позитивной энергией, чтобы у вас прекрасный вечерочек прошел, там, с чайочком, с музыкой, с барабанами, вообще, так что обязательно залетайте. Да, все. Всем пока, до встречи на стриме. Скорее всего, мы встретимся в следующий раз уже на...